На плотине одной из рек на юго-западе Сербии стоит спецтехника. Но она здесь не для строительства. Экскаваторы огромными ковшами достают из водоёма тонны мусора, которые забивают протоки электростанции. Проблема обычно – остров встаёт зимой, когда талые воды смывают со свалок отходы и несут их по направлению к ГЭС. Так произошло здесь после дождливой и снежной погоды в декабре и начале января. Почти вся поверхность накопительного озера перед станцией покрыта пластиком вперемешку с ветками и другим мусором. Река Лим берёт свой исток в Черногории, протекая мимо нескольких свалок. Река Лим от её истока озера Плав до плотины подпекской гидроэлектростанции накапливает все отходы, и они застревают у плотины. В ходе недавнего исследования мы выяснили, что в пяти муниципалитетах Черногории и трёх муниципалитетах Сербии собирают около 45 тысяч тонн отходов в год. Босния также сообщает о том, что мусор угрожает электростанции на реке Дрина, недалеко от восточного города Вышеград. Лим – это один из притоков Дрины. Обе реки летом популярны среди рафтеров. Экологи предупреждают, что большинством свалок плохо управляют. Они расположены слишком близко к водоёмам и с годами переполняются. Токсичные материалы попадают в реки, что угрожает экосистемам и дикой природе. «За последние 20-30 лет местные органы власти размещали свалки очень близко. И поскольку на них свозили всё больше отходов, они загрязнили реки». Сербия, Черногория и Босния в прошлом обязались работать вместе для решения общей проблемы отходов. Однако пока мало что удалось сделать. Более ста тысяч британцев скончались от COVID-19 с начала эпидемии. Этот мрачный рубеж страна преодолела на фоне появления нового, более заразного штамма вируса, а также попыток правительства ускорить вакцинацию. Смертность от короны в стране – пятая самая высокая в мире. При этом она выше, чем во время первой волны весной. Пока антирекордом остаётся 1820 умерших за сутки. Он был зарегистрирован 20 января. Премьер-министр страны сказал, что власти прилагают максимум усилий. «Сегодня мне стоит лишь повторить, что я глубоко сожалею о каждой потерянной жизни. И, конечно, как премьер-министр, я беру полную ответственность за всё, что сделало правительство. Я могу сказать, что мы действительно сделали всё возможное и продолжаем делать всё возможное, чтобы минимизировать страдания». Главный санитарный врач Англии Крис Уитти говорит, что эффект от вакцинации проявится не сразу. По его словам, до тех пор людям стоит максимально оставаться дома и следовать другим нормам. «Я уже говорил это раньше и повторюсь, что, к сожалению, в ближайшие недели, до того, как станет ощутим эффект вакцинации, мы увидим намного больше смертей. Мне кажется, нам нужно ясно осознавать, что это произойдёт». Борис Джонсон также прокомментировал сообщение о том, что ЕС попросил британскую компанию «Астразеника» не поставлять часть доз на внутренний рынок, а помочь восполнить нехватку в странах блока. «Я не хотел бы, чтобы вводились ограничения на международные поставки средств индивидуальной защиты и медикаментов, а также вакцин и их ингредиентов. Думаю, в этом есть здравый смысл. И в ЕС с этим тоже согласны». Для Великобритании 100 тысяч смертей – это больше, чем число погибших гражданских во время Второй мировой войны. Хотя в то время населения было меньше. В стране с 5 января продолжается новый локдаун. Закрыты пабы, рестораны, непродуктовые магазины и большинство школ. В Нидерландах после трёх дней беспорядков полиция взяла ситуацию под контроль. Во вторник в 9 вечера, когда начался комендантский час, толпы молодёжи снова вышли на улицы Амстердама и Хилверсюма. Однако правоохранители быстро разогнали протестующих. Никаких инцидентов не произошло. Протесты начались в Нидерландах в воскресенье, на следующий день после введения комендантского часа. Однако мирное выражение недовольства переросло в насилие. Радикально настроенные люди начали грабить магазины, переворачивать машины и поджигать мусор. В итоге людей разгоняли водомётами слезоточивым газом и с помощью собак. В десятки городов полиции понадобилась помощь спецназа. В ходе беспорядков задержаны 500 человек. От погромов пострадали многие города, в том числе и Херта Генбас, который также называют Денбосх. Наутро местные жители вышли наводить порядок. Они убрали мусор, а также помогли владельцам разгромленных магазинов. «Я очень благодарна за вашу помощь, слова поддержки и цветы. Террор не приветствуется в этой стране, в нашем городе тоже». Бургомистр Херта Генбаса сказал, что протестующие даже ворвались в больницу и напугали медиков. «Мы пережили мучительную боль. Нам было очень больно, потому что мы видели, как этот прекрасный город, которым мы так гордимся, громили толпы бунтовщиков, мародёров и воров. Хотя в нынешней ситуации мы должны держаться друг за друга и вместе бороться с коронавирусом». Комендантский час ввели в Нидерландах впервые со времён Второй мировой войны. Хотя третья вспышка эпидемии в стране идёт на спад, но власти хотят избежать новой волны. Её может вызвать распространение британского штамма коронавируса, который намного заразнее изначального варианта. В Нидерландах в общей сложности выявили 950 тысяч случаев COVID-19. Умерли более 13 500 человек. В стране пока действует жёсткий карантин. Робота Софию разработали в Гонконге в 2016 году. С тех пор он стал звездой интернета. Теперь же компания планирует к концу этого года начать массовое производство тысяч подобных андроидов. София уже бывала на вечерних шоу, появлялась на обложках модных журналов и была назначена первым в США чемпионом по инновациям. В 2017 году ей даже в шутку дали гражданство Саудовской Аравии. Она – детище гонконгской компании Hanson Robotics. Изначально разработчики главным образом пытались наделить робота подобием человеческих эмоций. Теперь же они делают упор на массовое производство, поскольку такие роботы будут очень кстати на фоне пандемии. «Они повторяют человеческое тело, фигуру и движение. Это может быть очень полезно в период, когда люди одиноки и социально изолированы». София может поддерживать разговор и отображать на своём роботизированном лице несколько эмоций. Теперь инженеры учат её измерять людям температуру и показывать, как делать простые гимнастические упражнения. Впрочем, такие андроиды пригодятся и в других сферах. Например, могут быть продавцами, консультантами, работать в авиакомпаниях. «Пандемия на самом деле поможет нам доставить роботов на рынок раньше, потому что люди поймут, что в каком-то смысле другого пути нет». В этом году Hanson Robotics запускает первого робота под названием «Грейс». Он будет предназначен специально для сферы здравоохранения. Статуи, фрески, посуда – всё это когда-то принадлежало жителям Помпеев. Теперь же эти археологические ценности стали экспонатами постоянной выставки во вновь открывшемся музее Помпеи «Антиквариум». Он располагается перед входом в древнеримский город. Музей был основан в 70-х годах XIX века. В 1926 году его расширили, а во время Второй мировой войны здание сильно пострадало. После реставрации здесь не было постоянных выставок. «Мы, наконец, снова открываем музей в Помпеях. У него очень бурная история. Его разбомбили в 1943 году. Вновь открыли в 1948. Потом закрыли после землетрясения в 1980. Он не работал несколько десятилетий и открылся в 2016 для нескольких временных выставок. И только теперь открывается как настоящий музей». В музее представлено более 160 экспонатов. Некоторые публика видела только на временных выставках. «В новом антиквариуме используется пространство первоначального здания, спроектированного археологом Амадео Маури. Музей играет роль в водной экскурсии перед посещением археологического памятника, поскольку здесь представлена вся история Помпеев. С до римской эпохи и периода сомницких войн до извержения». Помпеи были основаны в VII-VI веках до н.э. Город погиб в 79-м. году во время извержения Везувия. «Очень впечатляет последний зал, посвящённый извержению. В нём выставлены экспонаты в виде фигур погибших людей и животных, погребённых под слоем пепла. Здесь можно прочувствовать весь драматизм извержения вулкана в 79-м году». Раскопки Помпеев начались в середине XVIII века. Сейчас можно увидеть две трети римского города. Оставшуюся треть ещё предстоит раскопать. С 60-х годов прошлого века в Помпеях ведутся в основном реставрационные работы. Международный валютный фонд во вторник улучшил свой прогноз глобального экономического роста в 2021 году. Шеф-экономист МВФ Гита Гапинат также сказала, что в 2020 году спад составит 3,5%. Это на 0,9% выше прогнозов 4,4%, который представили в октябре. «Согласно нашей последней оценке глобального экономического роста, в 2021 году он составит 5,5%. Это на 0,3% выше предыдущего прогноза. В 2022 рост будет более умеренным и, как ожидается, достигнет 4,2%. Повышение объясняется положительным эффектом вакцинации во многих странах, а также фискальной поддержкой, которую предоставляют некоторые правительства, например, в США и Японии». При этом, по словам Гита Гапинат, итоговые показатели очень неопределённые, поскольку зависят от того, как будут развиваться события в ближайшее время. «Если будет замедление вакцинации, если преждевременно прекратят финансовую поддержку, а вирус продолжит мутировать, то результаты могут измениться в худшую сторону». По словам Гапинат, когда карантинные меры снимут, ожидается рост количества обанкротившихся компаний. И это может сказаться на уязвимой банковской системе. «И поэтому сейчас очень важно подготовиться к созданию специальных правил внесудебной реструктуризации для решения проблемы роста просроченных кредитов во многих странах». Из-за пандемии миллионы людей потеряли работу или были отправлены в неоплачиваемый отпуск. По прогнозу МВФ, около 90 миллионов человек в итоге окажутся за чертой крайней бедности уже к концу 2021 года. В Мексике официальное число умерших от коронавируса превысило 150 тысяч человек. При этом власть отмечают, что реальное число жертв, скорее всего, значительно выше. Всплеск инфицирования наблюдается в стране в последние несколько недель. Система здравоохранения загружена до предела. Заразился даже президент Мануэль Лопес Абрадор. Общее число инфицированных превысило 1 миллион 788 тысяч. «На каждые 100 человек, у которых выявили коронавирус, шестеро, к сожалению, умирают в результате осложнений, которые, как мы знаем, этот вирус вызывает. К сожалению, у меня положительный результат теста. Но нужно продолжать жить. Думаю, некоторые люди безответственны, и это влияет на остальных». Столица Мехико стала эпицентром второй волны эпидемии в Мексике. Один из самых популярных товаров здесь – теперь кислородные баллоны. Люди пытаются купить или арендовать их для своих больных родственников. Потом возникает ещё одна проблема – найти место, где их наполнить. «Утомительно приходить в 5-6 утра и искать, где наполнить кислородные баллоны. А потом идти на работу, потому что нужно оплачивать счета. И если кислорода нет, то его надо искать, пока не найдёшь. Потому что ситуация очень сложная». По числу смертей от ковида Мексика на четвёртом месте в мире после США – Бразилии и Индии. Ещё немного, и страна по этому печальному показателю может перегнать Индию, поскольку там в настоящее время эпидемия идёт на спад.